Вчера мы знали, что Шахтер отступился и потерял очки. Мы были еще более сконцентрированы для того, чтобы сократить расстояние. Сейчас оно уже всего лишь 4 очка, поэтому мы вышли с первых минут, настроенные на победу и хорошо добились сегодня результата. Умело ли значение домашние заготовки и то, что вы отрабатывали на тренировке, готовясь к Эйзирке? Мы готовились целенаправленно к этому матчу. Тренеры нас настраивали, поэтому подготовка велась целенаправленно. Естественно, я буду стараться забивать больше и больше. Я не буду называть цифру, потому что никто не знает, как это произойдет. Но если мне будут давать еще больше таких хороших передач, как сегодня, то я буду забивать еще больше и больше. В футболе всякое случается. Действительно, были моменты, когда у нас не все получалось. Сегодня же шли хорошие подачи. Мы не зря отрабатываем на тренировках с тренерским штабом, с командой. Будем дальше работать и стараться улучшать и улучшать. Димар Си, некоторые специалисты говорят, что тебе не интересен украинский чемпионат и команды уровня Зирки. Тебе интересен украинский чемпионат и команды уровня Зирки? Украинский чемпионат и команды уровня Зирки, я не могу сказать, что это не я, кто сказал. Но это же не я об этом сказал. Нам нужно спросить у этих экспертов, которые об этом говорят. В ближайшие цели, какие поставлены на эти матчи? В ближайшие пару матчей это заработать как минимум одну очко в матче Лиги Европы для того, чтобы выходить с первого места. И в матче со Сталью три очка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!